Здравствуйте, господа! Сегодня коротенький обзор по поводу дроби для огрузки, как правило, поплавочных удилищ. Хочу сказать, какую дробь, в общем-то, предпочтительнее выбирать. У меня есть на столе дробь фирмы Колмик, наборы. Она считается одной из лучших, что представлено. Помимо нее есть хорошая дробь Престон, есть Мавер, есть, скажем так, были раньше, сейчас не знаю, но когда я смотрел, то мне не очень понравилось уже. Может быть, кто-то найдет, это Трабука, Мила. Раньше, повторюсь, хорошая дробь была, сейчас уже мне не очень нравится. В двух словах, какая она должна быть. Многие ошибочно считают, что дробь должна быть мягкой. Это неправильно. То есть, дробь не должна быть мягкой. Это первый момент. Почему? Потому что она быстро ослабевает и начинает сползать по леске. Дробь не должна быть жесткой. Тоже почему? Чрезмерно жесткой. Потому что на леске она будет сидеть, но когда вы ее будете передвигать, она будет сжечь леску больше раз. Во-вторых, она будет ее травмировать. Два. Оптимальная дробь, которая должна быть, она должна быть, скажем так, средненькой. Не мягкой и не жесткой. Еще крайне важно, чтобы она должна быть правильно калиброванной. То есть, чтобы сами дробиночки, они были одинаковые по размеру. И еще момент важный тоже, третий, это чтобы прорезь на этих дробиночках была сделана ровно, посередине и доходила до середины дроби. Чтобы не было такого, потому что вот я беру некоторую дробь, там вот Микада, например, ну, с моей точки зрения, отвратительная дробь. Там берем 10 дробинок и у каждой из них где-то прорезь глубже, где-то меньше, где-то правее, где-то левее. И, соответственно, что мы имеем, мы, если это поплавочная удочка, допустим, маховая, либо оболонская, то у нас получается косичка из дроби, где она будет, скажем так, то направо, то налево. Нету ровных сбалансированных центромасс, которые не будут перекручиваться друг за друга. Это вы получаете зацепы, не зацепы, а захлесты. Значит, вот у меня в руках такой самый оптимальный набор. Я его раньше, в общем-то, много лет считал оптимальным по объему, по наполненности. И сейчас так же считаю. То есть вот кому нужна действительно качественная дробь хорошая и надолго, на много-много лет, это вот берите смело вот такой набор от колмика. Какие у вас будут выбиваться размеры, вы можете отдельно докупать конкретно этот размер уже там в отдельных баночках и просто сыпать сюда. И маленький момент еще. Когда вы на леску крепите дробь, вы, соответственно, закрепили, огрузили, поплавочек, все, посмотрели. Обязательно эту дробь медленно сместили по леске вверх. И то место, тот участок лески, на котором вы зажимаете дробь, вы его обрезаете. Тогда у вас, скажем так, не будет лишних обрывов непонятных, что оказывается, потому что некоторые этого не делают, либо не знают. И там, где леска была пережата, она в этом месте обрывается. Также смещаете дробь медленно, желательно по одной штучке, чтобы вы пальцами чувствовали, чтобы она не сильно нагревалась в момент перемещения по леске, чтобы она не жгла эту леску. Точность также, степень зажатия. Должна быть такая степень зажатия, чтобы она, соответственно, плотно сидела, но при этом перемещалась. Чтобы не было такого, что вы легко его так вот гоняете по леске. И точность также, чтобы не было такого, что вы там через силу ее протягиваете. То есть ни то, ни другое быть не должно. Поэтому, скажем так, я рекомендую пользоваться дробью колмик. Я ей пользуюсь, ну, наверное, лет 12 уже. Точно. Ничего, в общем-то, был амавер. Тоже неплохая дробь, ничего не могу сказать. Но сейчас какие-то перебои с поставками не все есть. А вот колмиксские наборы, именно вот такие минимальные наборы, как у меня, да? И, соответственно, вот такой оптимальный набор на 12 размеров. Здесь есть дробиночки даже 11 номера, там микроскопические совершенно. Которые, скажем так, очень помогают ловить мелкую рыбу, платву огружать, там делать из них подпаски. Там три подпаска 11 номера, три подпаска 10 номера. Чтобы можно было их варьировать легко, передвигать выше, ниже и так далее. Но об этом позже. И точность также есть оливки. Вот такие оливки от фирмы Колмик. Есть это штыряковые оливки, есть оливки на силиконовых трубочках. То есть и тот, и другой вариант, он подходит. Единственное, что вот такие оливки вам нужно дополнительной дробинкой стопорить. Чтобы она перемещается по леске свободной, чтобы она не била в дробь. Вам нужно с двух сторон их поджимать обычными дробинками. Но в принципе это тоже удобоваримо, людьми пользуется. Но кому удобно, так кто привык, может быть, пользоваться дробинки на силиконовых кембриках, такие зажимные, тоже вполне рабочий вариант. Можно совершенно спокойно их брать. Вот они есть у фирм Колоруса, Колмик тот же самый. Поэтому вот в двух словах так, подроби. Все в наличии. Заказывайте, оформляйте заказы в Мультифиш. Подписывайтесь на соцсети ВКонтакте, Фейсбук, Телеграм, Инстаграм, Ютуб, канал Рутьюб. И покупайте удилища. И вы будете обеспечены, если ничего не произойдет у нас в мире и в стране, до форс-мажорного запчастями на долгое время. Ждите периода проведения акций по этим запчастям, по той фирме, в которой будет акция. Вы можете сделать заявку и бесплатно мы вам отдаем до двух запчастей в год. Только подписчикам и только тем людям, кто покупал эти удилища у нас. Всего вам доброго и до новых встреч. Продолжение следует...